Михаил Пасохин, народный архитектор России, руководитель крупнейшей проектной организации «Моспроект-2». Под его руководством проходит крупномасштабная реконструкция центра столицы. Насколько сложно создавать образ современного мегаполиса, сохраняя при этом памятники культурного наследия? Я вам должен сказать, что действительно мне повезло, что я очень много работал в историческом центре. И совершенно естественно, что в своей работе сталкивался с этой проблемой, о которой вы говорите. Но дело в том, что нужно расставить, как говорится, точки над «и». А именно, значит, памятники культурного наследия априори, можно сказать, что они должны быть сохранены. Здесь никаких вопросов не должно возникать. Вторая точка, как говорится, над «и» – нужно создавать для человека гуманную среду, в которой бы он себя чувствовал действительно человеком и любил бы свой город. Средствами городостроительства и архитектуры, в какой-то степени связанной с работами художников, скульпторов и так далее, деятелей культуры, необходимо действительно менять среду так, чтобы она становилась для человека более комфортной, приемлемой. Но частично в каких-то местах Москвы уже можно наблюдать довольно успешно реализованные проекты в этом отношении, которые позволили, в общем-то, улучшить то состояние московских улиц. Под вашим руководством были воссозданы многие уникальные сооружения. Насколько приближены к первоначальным проектам Царицыно, Морской собор в Кронштадте, Храм Христа Спасителя в Москве? Я был главным архитектором этого проекта. Кстати говоря, главным художником был Зураб Константинович этого объекта. И надо сказать, что стремление было максимально реализовать тот облик, который был ранее у собора. Но в связи с тем, что исторически так сложилось, что тот холм, на котором стоял первоначальный собор, он был срыт. И он был уничтожен при строительстве Дворца Советов. Потом там появился бассейн, как вы знаете. Но бассейн был, все удивлялись, почему он круглой формы, да, этот бассейн. А круглая форма у него была только потому, что фундамент под основное здание Дворца Советов, он был круглый. И его, значит, как говорится, задействовали под эту задачу. Поэтому, ну, возник вот эта стелобатная часть, такая, которая, вы видите, довольно... Возник нижний храм еще один. И возникли те помещения, которые окружают. Это зал церковных соборов, этого ничего ранее не было. Это, ну, там, трапезные палаты, там, кухня для богомольцев, там, ну, и административные помещения и так далее. То есть, это возник целый комплекс значительный всех этих самых помещений. Это уже не, так как говорится, не повторение того, что было. То, что касается внутреннего всего содержания, конечно, была очень сложная задача, потому что нужно было и сохранить габариты и параметры интерьера здания. Потом надо было расписать вот те работы, которыми Академия художеств занималась и Зурав Константинович, вот, восстановить всю эту живопись. И при этом он получил этот собор все современные системы кондиционирования, воздухообмена и так далее. Что, в общем-то, было бедой в предыдущем историческом сооружении, потому что там было очень плохо дело с климатом. То есть, там, допустим, художественные работы, они там обсыпались, отваливались и так далее. То есть, была целая история. А вот это сочетать разводки современных коммуникаций и восстановление точных параметров интерьера, это достаточно такая деликатная и сложная задача. Но мы с этими проблемами со всеми справились, и я считаю, что, в общем-то, достойно. Ну и второе, конечно, сооружение – это морской собор в Кронштадте, который я не так давно закончил, и там, вот там было совершенно иначе. Там все эти росписи уничтожались, потом там было перекрытие, устроено посередине, ну так, если по высоте, по центру собора, потому что там был дворец культуры военно-морского флота. В общем, ну, там тяжелейшая реконструкция была. Вообще, тот собор был очень интересным, как раз противовес Храму Христа Спасителя, был очень интересным, в том числе, инженерным сооружением, потому что там практически впервые была организована система, фактически, кондиционирования этого собора. Так что была, конечно, очень интересная вещь. Вы видите, как получается, значит, Храм Христа Спасителя от нуля, как говорится, до креста построено заново. Кронштадтский собор, он реконструирован был, и очень был тяжелый процесс, и еще во время войны снаряд пролетел сквозь этого собора, не взорвавшись, между прочим. Вот. А Царицыно было в ужасающем состоянии, потому что лет 50-70 там, оно стояло без покрытия, без кровли, и кирпич, он просто до того размок, что я вот так мог взять кирпичи, брал, вот так вот в руке они как мыло могли растворялись. Представляете? Конечно, тоже такая трудная, серьезная работа была. Но вообще архитектура – это сложный процесс. Здесь требуются такие качества, вот это для молодежи, я как раз могу сказать, которые требуют очень больших волевых усилий. То есть не всякий человек, у нас очень многие, вот мы с кем учились в институте и так далее, которые, как говорится, сходили с этой палубы, потому что не выдерживали нагрузки и взаимоотношений со строителями, с заказчиками и так далее, потому что надо выносить очень большое давление внешнее. Это не то, что ты, ну, понимаете, в каком-то смысле у художника, вот он остается, ему легче. Полотно, холст, краски и один на один разговор потом со зрителем. Да, если… А здесь ты постоянно борешься за каждую свою линию, за реализацию в натуре и так далее, потому что на всякое предложение архитектора первое – это нет. Давайте сделаем не так, а вот так. Ну вот. А то, что касается уже не памятников восстановления или реконструкции, то я всегда старался делать, в общем-то, достаточно такую архитектуру, ну, так скажем, современную. Можно ли выделить главенствующий стиль в современной архитектуре? Ну, видите ли, сегодня какого-то стиля не существует определенного, потому что должны пройти, я не знаю, там, годы, века или что-то, чтобы можно было это объединить. Так же, как, допустим, когда мы говорим сегодня стиль барокко, когда мы там, допустим, создавались здания в этом стиле, они все разные. И потом уже, по прошествии какого-то времени, значит, историки архитектуры объединили в это понятие. Классицизм там или эпоха Возрождения тоже, значит, все достаточно разное, но, как говорится, это было объединено в один стиль. Ну, сегодня я считаю, что нужно, как я еще раз могу повторить, достигать индивидуальности, надо закладывать определенную идею в проект, потому что, в общем, во всем мире делается столько, что иногда что-то ты очень обрадуешься, нарисуешь эскиз и начнешь, а потом смотришь, приходит журнал какой-то, архитектурный, а это уже построено, понимаете, то есть, такие, в общем, случаи тоже бывают. Естественно, немножко расстраиваешься, но, может, это и к лучшему. Ну вот, поэтому такого стиля определенного нет. Я каждый раз для конкретного места, с учетом и места положения, и потребностей, так сказать, города, я формирую определенную идею, и потом стараюсь добиться ее реализации. Каким вам видится идеальный город будущего? Ну, вы знаете, сейчас так все быстро развивается, что далекое будущее, о нем вообще говорить не приходится, понимаете, потому что, если бы мы с вами разговаривали там в конце 19 века, и то были, или это в начале 20 века, такие открытки, выпущенные «Москва будущего». Вы их, наверное, видели, очень интересные открытки, когда там трамваи ездили по небу, там какие-то кто-то летал, там, и все в городе. Ну, постепенно это так, и, знаете, получается много из этого. Возникают монорельсовые дороги, там, то и все. Ну, вот, и, видите, там, вертолеты будут использоваться в городе, когда их техническое состояние позволит, чтобы они не падали там на голову людям. Вот, и что в будущем? В будущем я вам скажу, что город должен вообще в идеале, человек и все, что движется, должны быть разделены в идеале. То есть мы, я не хочу и соприкасаться, чтобы мимо проезжала машина. Во-первых, она, так сказать, экологически вредна, автомобиль, ну, так скажем, дышать этим воздухом нельзя. В городе не должно быть предприятий никаких, которые выделяют, так сказать, вредные вещества в атмосферу. Город для человека. Продолжение следует...